Девушки, что вас пугает в парнях? Самое пугающее, что со мной происходило, это когда я шла в школу в 7 утра. Школа находится далеко от дома, и ко мне подъехала машина с несколькими лицами кавказской национальности. Они стали ехать рядом и что-то кричать из окна на своем языке. Я испугалась и просто убежала. А еще был случай, когда мы с родителями и друзьями пошли на речку. Нам тогда было лет по 14. К нам с подругами подошли пьяные мужланы и стали звать нас выпить и развлечься. А мы просто сидели и не знали, что делать. Потом подошли наши родители и сказали, что если они будут лезть, то их посадят. Мужики испугались и ушли. Теперь я подозрительно отношусь к пьяным людям. Боюсь пьяных парней. Особенно это страшно, когда я вечером гуляю с собакой и прохожу мимо какого-то подъезда, где на лавочке сидят парни с пивом и очень пристально провожают тебя взглядом. А потом начинают что-то орать вслед. Меня пугает, как некоторые относятся к отношениям. Один парень признался в любви в тот же день, когда мы с ним и познакомились. Причем мы были в разных городах и чисто пересеклись в Дискорде. Второй с самого момента знакомства уже считал, что мы встречаемся. Такое ощущение, что для них девушка это знакомая с функцией переспать. Причем не важно, что о вас и о ваших взаимоотношениях думает. Это так не работает, хей. Третий похож на героев истории про парней. Мне не важно, если у тебя парень и так далее. Сразу при знакомстве, цитиру. Я надеюсь, ты одна, потому что я могу приставать. Я не хочу с тобой встречаться? Похер. Я лесбиянка? Похер. У меня есть девушка? Похер. И он постоянно осуждал меня за то, что я ему отказываю. Типа, я такой или охеренный альфа-самец. Буллить девушку за то, что она не хочет с тобой встречаться? Это пик идиотизма, как по мне. У меня не было никогда отношений. Все случаи произошли подряд. Поэтому я на долгое время разочаровалась в парнях. Ребята, как вы знаете, монетизации на русском ютубе сейчас нет. А деньги нужно как-то зарабатывать, собственно, жить там, деньги, там, питаться, вот это все. Поэтому рекомендую зайти на наш бусти, посмотреть пару видосов, оформить подписку, там, 100 рублей в месяц всего лишь. А я как-то буду, ну, типа, питаться, ну, за этот счет, наверное. Всем спасибо, кто оформил подписку. Кто оформил подписку, всем благодарю. Навязчивость. Мы с подругой поздно вечером сидели на лавочке в парке, а на другой сели два парня. Пару раз смотрели на нас, потом спросили время. Мы ответили, и вроде бы, и конец. Но ни хера. Мы встали и пошли в другой конец парка. Идя по тропинке, я увидела, как нам идет один из них. Что-то меня дернуло повернуться назад, и я увидела, как второй чел шел навстречу другому. Получается, ловя нас. Я схватила за руку и подругу, и повела через газоны. Было слышно, как они кричали, «Эй, девчонки, вы куда?» Просто для меня это странно, ловить людей для знакомства, а не просто подходить. Это нас тогда супер напугало, ведь в парке было немного людей. Когда ты не можешь прекратить общение с человеком по разным причинам, это для меня жутко и страшно. На личном опыте есть несколько человек. За годы я поняла, что лучше общаться с ними только на общие темы, а личные максимально избегать. Они легко могут разозлиться из-за различий во взглядах, особенно после пьянки, а на следующий день делать вид, что все в порядке. А злить их хочется меньше всего. Свою правоту и превосходство они доказывают силой, и моей неспособностью навсегда оборвать общение с ними. Мне часто пишут и просят сразу же обнаженку. Часто пишут с предложениями быть третьей. На улице однажды чувак буквально полчаса шел рядом со мной и пытался со мной разговаривать, хотя я сразу сказала ему, что мне неинтересно, а потом все это время игнорировала его. Еще однажды единственное, что спасло меня от назойливого парня, это сказать ему, что я замужем и жду ребенка. На работе работала консультантом в книжном магазине. Часто подкатывали какие-то стариканы, 40+, а мне, к слову, 19. И выгляжу я лет на 16. Также, видя цветные волосы и тату, мужчины почему-то предполагают, что я легкодоступная, учитывая то, что я всегда ношу закрытую мешковатую одежду, которая не подчеркивает фигуру. Просто на что они надеются, когда так себя ведут? Меня пугает агрессивная настойчивость парней. Многие парни думают, что если девушка им все время отказывает, она хочет, чтобы парень продолжал ее добиваться, но стесняется сказать это вслух. Есть тонкая грань между тем, что девушка хочет это продолжить, и между отказом. Также парни, которые говорят, я тебя никогда не отпущу, ты будешь моей, ты никогда от меня не уйдешь и подобное. Ладно, если ты это слышишь от своего молодого человека, с которым у тебя очень близкие отношения, и вы уже давно вместе. Но если ты это слышишь от бывшего, от друга, или от парня, с которым ты только-только начала встречаться, это звучит достаточно пугающе, если это сказано без легкой иронии. Недавно выпивала с друзьями. Один мой знакомый полез ко мне с поцелуями и гладил меня по спине, пока я стояла, качалась пьяная и курила. Уже много раз так было, когда ко мне лезут трезвые парни, что меня сильно пугает, а потом и раздражает. Спасибо подруге, что вовремя меня забрала и увела обратно в зал. Парни, не нужно лезть с пьяным девушками, они не понимают, что происходит, если сильно ужрались. Хочется даже в таком состоянии чувствовать себя в безопасности. Чрезмерная настойчивость не всегда уместна. Если ты получил отказ в первый раз, то во второй получишь то же самое. Часто в соцсетях парни, да и мужики, взрослые, пишут мерзкие комментарии о том, как они хотят ту или другую, какая она кексуальна и прочее. Не нужно так делать, это пугает и отталкивает. Сильно отталкивает. По крайней мере, меня это точно пугает. Создается впечатление, что вы озабоченный алканавт. Напишу про свой неприятный опыт. Когда я иду по тротуару, и рядом притормаживает машина и преследует меня. А парни начинают со мной знакомиться, особенно если это вечером происходит. Или когда свистят, тоже неприятно. Я вообще неоткровенно одеваюсь, чтобы спровоцировать такие реакции. Почему? Когда я иду домой по темноте, бывает, что поделаешь. И незнакомец предлагает проводить до дома. Я говорю нет, а он продолжает идти возле меня. Когда я вынуждена оставаться на месте, жду друзей. И ко мне пристает мужчина. И мои мнения интересно, у меня есть парень и так далее, не помогают. Он просто не уходит, это может продолжаться долго. Когда я в толпе, меня пытаются подвинуть со спины за талию, чаще всего. Можно просто сказать, и я отойду. Но это явно не про это, судя по методам. Было несколько раз. Когда я еду в поезде, в совместном вагоне, купе, были обстоятельства, без выбора. И люди выходят на своих станциях. Если остается последний мужчина, я в вагоне. Начинаются подкаты. И мои нет, не интересно, не помогают. Это продолжается и продолжается до конца поездки. Было несколько раз. Один даже пытался меня потрогать за интимные зоны без моего разрешения. Я, конечно, спаслась, но очень неприятно. Хотелось бы, чтобы нет принимали за ответ и желательно с первого раза. Мы с подругами сидели в ТЦ, и к нам подсел нерусский огромный парень лет 25-27. Нам с девочками под 13. Мы сразу сказали возраст, и он начал лезть к одной из нас и расспрашивал о ее интересах и так далее. Он смотрел безумным взглядом и говорил ей, не волнуйся, я тебя выращу. И то, что она будет его женой. Я очень испугалась, вышла из-за стола и сказала, что мы сейчас опоздаем. И отошла немного. Позвонила маме, вышла ее работница, но когда мы посмотрели на стол, их уже никого не было. Ни моих подруг, ни этого мужика. Мы быстро пошли к охране. Завязаться от него, но это ужасная идея. И вот они возвращаются, и этот маньяк ходил за ними по всему ТЦ. Охранники поговорили с ним, и нам посоветовали не выходить из ТЦ какое-то время для нашей же безопасности. Тот маньяк вышел из-за соседнего стола, где сидели его друзья, и все выглядели так же. Было очень страшно, и я благодарна маминой работнице. Преследование и навязчивость? Да. Когда отказываешь или говоришь, что не надо помогать с чем-то, делать что-то для меня, а человек не понимает и начинает лезть и еще ходит везде за тобой. Быстрее. Серьезно, что с вами не так? Почти любое проявление агрессии. Зачем кричать и психовать, если можно просто сказать, чем ты недоволен? И алкоголизм, конечно. Еще есть пунктик на отсутствие эмпатии, но это раздражает и не пугает, поэтому я никогда не найду себе парня. Когда проявляет внимание, дарит цветы, боготворит и торопит события. Просто это уже красный флажочек для меня. Все мои предыдущие отношения начинались именно так. Одни из них закончились сломанным носом, разбитой головой, миллионным долгом перед приставами, полностью упавшей самооценкой и убитой в хлам психикой. Сейчас я восстановилась и усвоила главный урок в своей жизни. Ни один ходячий член не стоит моих слез. И уж тем более моего времени, отведенного мне в этом мире. Что пугает? Хм. То, что некоторые парни кидают девушек направо и налево, а другие не отстанут от тебя до последнего. Даже если у тебя есть муж и несколько детей. Такое отчасти происходит со мной, а когда-то произошло с мамой. Вчера. Насчет вознесения в идеал Жиза. Был такой чувак, который писал «Ты идеальна, как только я тебя увидел, сразу влюбился. Мягко говоря, я даже не очень красива. Короче, долго меня уговаривал на отношения. Вот я тебя люблю, а ты меня не любишь. Вот снова новая дыра в моем сердце, но я оставлю тебя как бриллиант». Я специально согласилась, а через несколько дней бросила его. Он ко мне, блять, хотел на плоту приплыть. В разных городах живем. Поэтому лучше иногда быть грубой. Я боюсь громких парней. Не люблю шум в целом. Также я боюсь, когда парни делают что-то, по их мнению смешное или иногда милое, но это только по их мнению. Я в своей параллели всегда была самой низкой. Рост 150 в 17 лет. Это не очень нормально. И из-за роста меня всегда дразнили. Но я как-то все слова о росте в мой адрес пропускала мимо ушей. Но иногда мои одноклассники могли себе позволить меня поднять или обнять со спины. Девчонки в классе говорили, что это мило, а на деле жутко страшно. Так как я не знала, кто стоит у меня за спиной и чего этот человек хочет. Это и правда жутко. И из-за этого я боялась парней еще долгое время после ухода из школы. Наверное, больше всего меня пугает, что большинство людей сильнее меня. В основном парни, потому что девушек мне бояться не стоит. Когда по темноте я иду домой и за мной кто-то идет, вокруг больше никого. Хотя я и так знаю, что скорее всего тот чел просто живет в том же направлении и слишком громкое поведение. Но это терпимо, если люди веселятся вместе и никому не мешают. Парни сами по себе громкие. А на этом все. Если видео вам понравилось, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также, если не сложно, оставляйте комментарий более чем из четырех слов. Это очень поможет продвижению данного ролика в рекомендации. А также напоминаю про наш бусте. Там вы найдете дополнительный контент без цензуры. Большое спасибо за просмотр. Всем пока.